Hello, hello! Приветствую, друзья! Вы попали на канал OK English. С вами Елена Викторовна, вагнистая его ведущая, и вы смотрите плейлист 150 английских фраз для разговора 150 English Phrases. Сегодня у нас уже девятый урок, и мы разбираем оборот Fender-Bender. Такой вот немножко необычный оборот, трудно понять вообще, что имеется в виду, да, друзья мои? Ну, а сейчас мы с вами это узнаем. Если вы готовы, то go! Итак, друзья мои, этот оборот можно максимально близко перевести русским «небольшое ДТП» или «немного помял машину». Почему так? Итак, давайте разбираться. OK, meaning a small car accident, то есть небольшая авария, знаете, где никто не пострадал, немного пострадала лишь машина. Fender is a car body part that is right above the tire. Итак, Fender, вот оно, крыло, да, по-моему, называется. Это часть машины, которая находится над шиной. Шина – это tire. Bender is derived from bend. Ну и слово bender – это как бы образование от bend – столкнуться. Ну и bender – столкнувшийся, да, как вариант. Since the fender is a small part compared to the hood and door, and bend is not as bad as break or crack, combining these two indicate that the accident is very small. Давайте переведем. Since – так как the fender, так как вот эта часть fender, и the small part – это маленькая часть compared to the hood, по сравнению, например, с капотом, or the door или с дверью, and bend – а столкновение, ну, как бы вот так, bend, да, and bend is not as bad as… И столкновение – это прям не так уж плохо, как break – поломаться, or crack – разлететься в клочья, да, разломаться на куски. Combining these two – совмещение этих двух слов, fender и bend в варианте bender, просто потому что рифмуется, да. It indicates – это указывает that the accident is very small. Это указывает, что происшествие на самом деле очень маленькое. Like a small dent or scratch – как бы как маленькая ямка или маленькая царапина, да, то есть чуть-чуть помял машину, не фатально, можно дальше ездить, никаких там ужасов не произошло. Итак, теперь вам понятна история этого оборота. Честно говоря, я вначале, когда я увидела, думаю, а мне такое встречалось, а потом я поняла, мне такое встречалось, действительно, друзья мои. Fender, bender – я вам прямо сейчас поставлю этот фрагмент, talk about a fender bender. Итак, кто родом из 90-х, я думаю, узнал сериал «Беверли Хиллз», «Беверли Хиллз 9210». Я сейчас смотрю этот сериал, я вам, в принципе, говорила, что я люблю смотреть сериалы на английском языке, американский, потому что это очень хорошо помогает поддерживать язык, если ты не находишься в языковой среде. То есть смотрите сериалы, даже вот такое, как говорится, попсовое мыло, на самом деле для нас, тех, кто поддерживает свой английский язык, является неоценимым источником всяких полезностей. Вот, например, пример использования оборотов Fender Bender. И вот обратите внимание, там это говорил герой, которого зовут Дилан, и вот у него очень такая интересная речь по части всяких устойчивых выражений, оборотов, очень рекомендую для тех, кто прокачивает свой американский английский. Итак, тут мы, друзья мои, разобрались, теперь переходим к примерам. I got into a small accident. It was just a fender bender. Я попал в небольшую аварию, но это была просто маленькая-маленькая авария. То есть здесь, ну, тавтология при переводе на русский, да, потому что accident в английском языке, это именно как авария, дорожное происшествие. А fender bender, это мы теперь знаем, да, это просто чуть-чуть машина пострадала, то есть авария, в которой чуть-чуть пострадала машина. I got into a small accident. It was just a fender bender. I got into a fender bender in the parking lot. Я немного помял машину на парковке, с кем не бывает, но и тоже было. Значит, смотрите, fender bender точно так же используется, как и accident грамматически, поэтому если вы попали в небольшой ДТП, вы также используете глагол get. I got into a small fender bender in the parking lot. Parking lot – парковка, да, американский вариант. I can't believe the damage is going to cost me 800 bucks. It was just a fender bender. Не верится, что ремонт будет стоить мне 800 баксов. Это всего лишь было маленькое ДТП. Да, чуть-чуть поцарапал крыло, а если официально делать его, да, заплатить за экспертизу по страховке, да, если кто делал это, да, заменить крыло, тебе предлагают самый дорогой вариант. В общем, действительно, это все может вылететь в копеечку существенно. I can't believe – не верится. I can't believe that. Не, в это просто не верится. I can't believe the damage is going to cost. Ущерб будет стоить. Damage – это ущерб, ну, или какой-то, да, что-то, в общем, неприятное, что принесло вам урон, да. I can't believe the damage is going to cost. Это будет стоить 800 bucks. 800 bucks. Ну, bucks – доллар, да, на сленге. 800 bucks. It was just a fender bender. Это же было всего лишь небольшое ДТП. Я лишь чуть-чуть помял машину. Используем оборот a fender bender как существительное, хотя в русском есть вариант перевода от глагола «попал в небольшое ДТП». Давайте еще раз прочитаем наши примеры и двинемся дальше. I got into a small accident. It was just a fender bender. I got into a fender bender in the parking lot. I can't believe the damage is going to cost me 800 bucks. It was just a fender bender. Двигаемся дальше. Small dialogue. I got into a car accident. That sucks. You didn't get hurt, did you? No, it was just a fender bender. Я попал в аварию. Ничего себе жуть какая. А ты не пострадал, да? Нет. Это была небольшая авария. Итак, I got into a car accident. Я попал в аварию. Accident – это, мы знаем, любое неприятное происшествие, в которое может попасть человек и получить травму. Car accident – конкретно происшествие, связанное с машиной. Да, авария машины. I got into a car accident. Заодно отработаем связку get into an accident. Car accident. That sucks. Значит, смотрите, с этим оборотом тут у нас не все просто. Дословно он не переводится. Можем переводить его совершенно по-разному, в зависимости от того, кто говорит. Можем, если разговор цивилизованный, как бы понимать его, да, плохо, ерунда, фигня. Все равно он немножко такой нецензурный. Можем его переводить как отстой, херня, хрень. То есть, такие нехорошие варианты перевода, в зависимости, опять же, от контекста. Поэтому я вам рекомендую быть очень аккуратным с этим оборотом. Вы можете употребить его не в тему, сказав, вот блин, вот дерьмо, да, и это будет звучать плохо. Поэтому обратите внимание, слово sucks, оно такое, оно сленговое и несет очень часто негативный контекст. Поэтому не рекомендую, если вы не чувствуете, как бы, свободу в английском языке, употреблять этот оборот. Здесь, конечно, его сказали герои, но я бы воздержалась. That sucks. Давайте переведем мягко. Вот блин, да. That sucks. You didn't get hurt, did you? Ты не пострадал, не правда ли? Здесь запятая пропущена. You didn't get hurt. Это первая часть разделительного вопроса. А давайте исправим эту запятую. You didn't get hurt. Первая часть разделительного вопроса. Did you? Вторая часть разделительного вопроса. Опять же, в предыдущем уроке мы подробно обсуждали структуру разделительного вопроса. Также у меня есть отдельный урок по данному типу вопросов. В красном, Мёрфи, английская грамматика для новичков. Зайдите, посмотрите, узнаете для себя много интересного. You didn't get hurt. Did you? Ты не пострадал, да? No, it was just a fender bender. Да нет, просто небольшая авария. Окей, вроде бы всё просто, да? Давайте теперь прочитаем этот диалог по ролям. Давайте я буду Алексом, вы будете Биллом. I got into a car accident. No, it was just a fender bender. И теперь меняемся ролями, да? Теперь вы Алекс. Алекс. That sucks. You didn't get hurt, did you? Отлично, друзья мои. Всё получилось, думаю. И ещё, кстати, обратите внимание, что иногда fender bender пишут через дефис. Такое тоже возможно. Не пугайтесь, если увидите такое написание. И ещё у нас есть один блок. Other common senses. Здесь у нас будут синонимы. Ну, я думаю, что вы уже догадались, что a small car accident – это прямой синоним оборота fender bender. It was just a small accident. Это было всего лишь небольшое, небольшое происшествие, да? Небольшое дорожное происшествие. Я его немного стукнул задом, но, к счастью, какого-то ущерба не было. Итак, rear end – это как бы задняя часть чего-то, например, машины. Здесь мы решили от end образовать глагол, то есть использовать end как глагол. I rear ended him, то есть я его тюкнул задом, как у нас говорят. Мы столкнулись задом, или я его задел задом, да? И понятное дело, что задом машины, да, а не какой-то другой части тела. I rear ended him, but luckily, но, к счастью, there was no damage. Не было ущерба. Слово damage, опять же, уже нам попадалось несколько раз. На самом деле, друзья мои, я вот задумалась, урок как будто бы простой, но куча каких-то таких мелочей, типа Damage rear ended, small accident, that sucks, fender bender, да? Ну, то есть вот такие интересные вещи, обращайте на них внимание. И давайте теперь еще разочек в быстром темпе повторим все, что нам встретилось на данном уроке. I got into a small accident. It was just a fender bender. I got into a fender bender in the parking lot. I can't believe the damage is going to cost me 800 bucks. It was just a fender bender. I got into a car accident. That sucks, you didn't get hurt, did you? No, it was just a fender bender. It was a small accident. I rear ended him, but luckily, there was no damage. И, друзья мои, перевод всего, что мы с вами разобрали, здесь на данном слайде. Поработайте обязательно с переводом, сделайте свой обратный перевод, сверьтесь с оригиналом, убедитесь в том, что вы все хитрые моменты, которые мы с вами обсудили, запомнили и научились ими пользоваться. Дальше встречайте этот оборот и другие обороты в речи. Я думаю, что в нем обязательно попадутся. На этом занятие мы заканчиваем. Его провела для вас Елена Викторовна, вагнистая, канал OK English. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на меня в соцсетях, наши группы ВКонтакте, Фейсбуке, в мой профиль в Инстаграме, кому интересно, who wants to know a little bit about my personal life. И также сайты, статьи на OK English, куча тестов на сайтах OK Tests и OK Audio, тексты, топики на OK Texts и фразовые глаголы на OK Verbs. Ну что ж, друзья, мы на этом прощаемся и до скорой встречи в новых уроках. Wish you all the best in your studies. Bye-bye. I got into a small accident. It was just a fender bender. I got into a fender bender in the parking lot. I can't believe the damage is going to cost me 800 bucks. It was just a fender bender. I got into a car accident. That sucks. You didn't get hurt, did you? No, it was just a fender bender. It was a small accident. I rear-ended him, but luckily there was no damage.